Если вы воспитывались как католик, и теперь вы открываете Библию в какой-то евангельской церкви и думаете, а где остальные книги? Где Первая Маковейская книга? Где Молитва Монассия? Где книга Тавита? Книга Иудивь? Где эти книги? Но их там нет. Вы спросите, почему нет? Позиция евангельских церквей отражает позицию евреев первого века, которые не включили книги, которые мы называем апокрифами, в Библию. Потому у нас есть Ветхий Завет, который считался каноном Писания в древнем еврейском мире. И, кроме того, в ранней церкви эти книги никогда не были общепризнанными как Писание или равноценными, как, скажем, Писание Нового Завета, которые раскрывались в то время, или Писание Ветхого Завета. Мы видим во втором послании к Тимофею 3.16, что Павел пишет следующее. Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Другими словами, есть уникальная богодухновенность в том, что мы называем Писанием, что отличает его от любой другой книги, которая когда-либо была написана. Потому в апокрифических книгах есть много хорошей информации. При мудрости сына Сирахова по стилю, подобные Экклезиасту, в них есть мудрость, есть прекрасное учение, есть исторические данные из маковейских книг, есть вдохновляющие учения и подобные вещи. Но в Новом Завете ни разу не упоминается название ни одной из этих книг, как части Писания. И не сказано, как написано, а затем цитаты из этих книг. И кроме того, некоторые утверждают, что в книге Тавита содержится учение оправдания по делам, или в первой маковейской книге учение, поддерживающее идею чистилища и подобные вещи. То есть мы находим в них доктрины, которые мы не видим больше нигде в Писании. Потому мы просто уважаем эти книги. Они являются важными книгами в истории еврейского народа и важными книгами для церковного чтения и истории церкви. Но они просто неравноценны уровню Писания и потому недостойны того, чтобы быть помещенными в нашу Библию между Ветхим и Новым Заветами.